Согласно статистике энтомологов, в Солигорском районе ежегодно возрастает бактериофорность клещей. Проще говоря, всё больше насекомых заражены баррелиями, а значит, растёт и риск заражения человека лаймбаррелиозом. Самый эффективный способ борьбы с клещами – обработка территорий специальными препаратами. В Солигорском районе обработку от клещей проводят специалисты отделения профилактической дезинфекции районного центра гигиены и эпидемиологии. Туда могут обратиться не только организации, но и частные лица. Прежде чем прибегнуть к химическому воздействию, территорию обследуют на наличие опасных насекомых старым дедовским способом – на флаг. Обследование проходит при помощи флага. Флагом называется кусочек белой ткани 60 на 100, ну вот в таких размерах. Проводим этой тканью, этим флагом, вернее, по растительности. И метров 25-20, каждые 20-25 метров мы смотрим, есть ли клещ или нет. Если клещи есть, они цепляются. И им сложно отцепиться, поэтому мы смотрим эту ткань и видим, есть ли клещ или нет. Если клещи найдены, рекомендована обработка территории специальным раствором. Обязательной обработке несколько раз за сезон подвергаются организованные зоны отдыха. Территория парка четырёх стихий, Ковалёвая лозы, спелеолечебница, санатория «Берёзка», Тихой заводи, лесопарковая зона за рестораном «Терем». В загородных детских лагерях окорицидная обработка проводится перед каждым заездом. С начала сезона от клещей обработано 221 тысяча квадратных километров территории. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Повторный осмотр обработанных территорий подтверждает эффективность процедуры более чем на 90%. О том, что на данном участке ведётся уничтожение клещей, солигарчан обязательно предупреждают. Химический раствор может быть опасным в первую очередь для детей и животных. Предварительно территория огораживается, вывешиваются таблички. И в течение трёх суток не рекомендуется выходить на эту территорию, выгуливать собак, ну и, конечно, выходить самим и со своими детками. Спустя трое суток территория становится не опасной для прогулок. Спустя трое-пять суток мы выходим снова на эту территорию, чтобы обследовать её повторно. На качество обработки. Обычно качество обработки хорошее, клещей повторно мы не находим. Подхватить клеща можно не только в лесу. Их хватает и на приусадебных участках. Насекомые запросто зимуют в траве, опавших листьях, сене, растительном мусоре, собачьих вольерах. Заносятся мышами и птицами. Поэтому владельцам приусадебных участков энтомологи рекомендуют прежде всего регулярно стричь газоны, убирать растительные остатки и опавшие листья, не захламлять территорию. А тем, кто любит прогулки в лесу, помнить о соответствующей случаю одежде. Продолжение следует...